Существует ли бесконечная последовательность из букв А и Б такая, что никакая комбинация из нескольких букв не повторится два раза подряд? Это совсем простая задача. А, Б, А, Б, Б, А, Б, Б. Вот там, где было А, Б, Б, уже повторилось два раза буквы Б. А, Б, А, Б, А, Б. Два раза повторилось А, Б. Из нескольких букв сколько? А? Из нескольких? Уф, две А и Б. Существует ли бесконечное буквенное слово? Нет. Почему? Потому что... Но если я пишу какую-то букву, я не могу его больше ни разу не писать. Изначально у вас ведь буквы равноправны, правда? Поэтому можно считать, что наше слово начинается, например, на букву А. Я не пишу. Укровь направлен. Поэтому считаем, что слово начинается на букву А. Замечается. Что будет, если к этому приписать буквы Б? Будем будет повторяться. К буквы будут, а если букву А. То уже повторятся. То уже произошло повторение. Значит, вы обязаны приписать буквы. Вы пишите букву Б. А, тогда... Нет, то еще ничего страшного. А вот если ты пишешь букву Б. Тогда Б будет повторяться. Тогда Б повторится два раза. Значит, мы вынуждены приписывать букву А. Приписываем. А теперь... Если мы приписываем букву А, то А будет повторяться два раза. Если Б, то будет АБ повторяться два раза. Писать это правильно. Все поняли? Да. Все. Спасибо. А вот теперь небольшое изменение этой задачи. Ну, три штуки. А, Б, В. Первые три буквы русского алфавита. Можно ли написать такое слово? Нет. Да. Можно? Бесконечно. Нельзя. Помните. Значит, как будет? Ну, будет. Можно. Как? Нельзя, чтобы подряд два слова повторять. Так вот, ребят, в некотором смысле бесполезно вам сейчас ее решать. Потому что это известная, абсолютно гениальная математическая конструкция. Называется она слово Туэ. Почему? Значит, аксель Туэ. Это нормешный математик 20 века. Совершенно замечательно. Он много всего сделал в математике. В том числе, он придумал конструкцию, которую я вам сейчас расскажу. Понимаете, после того, как я вам ее расскажу, вы, конечно, скажете, что ну да, все так и очевидно. Вот. Но, ребята, догадаться до этого в безумный момент. Вот. Так вот, для того, чтобы... Я просто хочу с подобной стороны сказать. Для того, чтобы это сделать, первое, что нужно, это вспомнить, что такое двоичная система счисления. Все помните? Да. Замечательно. И давайте немножко повыписываем числа. Какие они бывают? Бывают 0, 1. Что еще дальше? Бывает. Писал первые, отличные числа. Теперь давайте я выпишу следующие числа. Между прочим, заметьте, пожалуйста, очень есть естественное соответствие. Я просто спереди приписал единицу, и дальше, если нужно, я приписываю нолики, если нет, то не приписываю. Вот так выписываются следующие восемь чисел. Если угодно, я могу выписать следующие шестнадцать чисел. Не надо. Все понимают, как, да? Да. Они все будут начинаться на единицу. То есть надо быстро превратить все вот эти числа в четырехзначные, написав нолики вначале. Да, здесь по одному, здесь по два, здесь по три. И вот, и после этого ко всему прибавить единицы. И получится следующие шестнадцать чисел. И так далее. Так вот, ребята, слово «уэ» устроено следующим образом. А, Б, Б, А. Б повторилось. Б, А, А, Б. Догадайтесь, по какому принципу я пишу. Вы заменяете А на В, а В на А. Нелиза А, а не делись на В. Нет, все проще. Когда же была сама Валентянина? Очень хорошо. Очень хорошо. Вы пишете предыдущее слово, заменяя А на В, а В на А. Это верно. Действительно есть такой способ сказать, что нулевое слово это просто не было А. Можно ввести такую операцию, которая заменяет А на АВ, а В заменяет на ВА. И после этого ввести правило, что каждое следующее слово получается из предыдущего применения нашей операции. Или можно так ввести. Каждое следующее слово получается вот каким образом. надо написать предыдущее и здесь над ним поставить палочку вот в каком смысле. Что когда палочку ставишь, то надо все А заменить на В, а все буквы В заменить на буквы А. Ну это все точно замечательно, это сейчас все поймем. Но сначала, если я вам пишу любую строчку из нулей и единиц, по какому принципу будет В, а по какому А? Посмотрите внимательно. Да. По четкости. По четкости чего? Нулей и единиц. Не бывает что-то с нулей и единиц. Суммы. Цифру. Суммы цифру. Да. Последняя цифру. Разница между количеством единиц и единиц. Сначала посчитайте. Понимаете, вы готовы говорить ответы, не послаляясь на дозу. А если число? По четкости количества единиц или В? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Буква В означает, что нечетное число единиц. Соответственно. Если у вас четное число единиц, то будет буква А. Вот смотрите. Здесь у вас нет 1, поэтому А. 2 единицы чтобы В два 2, 2 единиц, 2 а для That. 2 единиц, 2 а для That. 4 единицы чтобы В Д Isaac. Где четное число единиц, то А. Где нечетное число единиц, то бем. Так вот, ребята. Так вот. Оно, конечно, бесконечное. Так, давайте, кстати, еще все-таки поймем, почему же слово твое обладает вот этим свойством и почему оно обладает этим свойством. На самом деле, это легче. Смотрите, если я уже выписал первые два в степени n букв, то, чтобы выписать два в степени n плюс один букв, я должен выписать два в степени n и еще. Но я же объяснял, если я выписал 16 слов, как выписать следующее 16? Надо приписывать нолики для того, чтобы образовывались полные блоки из четырех. Это не влияет на количество единиц. А после этого ко всем прибавить единицу. Но если стало на одну единицу больше, это и означает, что ht на bt, bt на ht, понятно? Вот, объяснил нижнее равенство. Так, а вот это? Давайте я, может быть, тут еще не до конца понял, как это слова устроены. Я пытаюсь этой картинке объяснить. Вот у нас было слово а, а заменили на а, б. Потом вот эту а заменили на а, б, а вот эту б заменили на б, а. После этого а заменили на а, б, б заменили на б, а. Вот эту б тоже заменили на б, а. Вот эту а заменили на а, б. Увидели в чем идея? Каждая буква превращается в две. Так вот вопрос. А почему так будет всегда? Господа, ты их можешь догадаться? Ну смотрите, Александр Селевич, вот на первых нескольких членах это понятно, что так. Да. Далее, зная вторую строчку, что w от n плюс 1 это w от n и w от n с чертой, смотрите, w от n переходит в w от n, сейчас, w от n это... Докажем вот это равенство по иллюкции. Для этого, смотрите, что мы делаем. Мы говорим, что предположим, что мы уже знаем, что вот это равенство было верно для n плюс 1, да? Вот пусть мы это уже знаем. И тогда посмотрим для n плюс 1. Ну очень легко. Для n плюс 1 это у нас нужно взять n-ное слово и n-ное слово, где заменены а на b, в и на а. Но при этом мы знаем вот это, да? Значит, w, n-ное можно по верхней форме заменить. Это h от w, n-1. Ну и тут тоже. h от w, n-1 с такой полочкой. Ну отлично. Отлично. А что это будет такое? Это будет h от w, n-1, w, n-1, w, n-1, w. Давай же тут. С палочкой. Вот. А это есть h от w. Да, так можно. Это продукция, такая стандартная понятная проверка. Но, ребята, на самом деле, давайте все-таки обратим себе эти таблицы. Пытаемся понять, как вот прямо вот на этих нулях идтичивать. Чему соответствует вот эта вот операция а превращается в а-б, а в превращается в а-а. Ребята, она очень проста. Она соответствует зачеркиванию последнего разряда. Вернее, тут по вкусу. Хотите, вы можете наоборот здесь написать 0 или 1. 0 или 1, 0 или 1, 0 или 1, 0 или 1. И потом читайте 0 0, 0 или 1. 1 0, 1 1. 1 0, 1 0, 1 0, 1. И обнаружат, что вы в 2 раза больше не читали, да? Или, если угодно, можете просветрять тряпку, и последний разгляд везде стереть, и обнаружить после этого, что у вас здесь фактически получился нолик, здесь получился единица, здесь один ноль получился, здесь один один получился два раза, и так далее. То есть, стирание последнего разряда соответствует вот этой самой операции А, В, В, В. Ну ладно, это я попытался такой мини-весничный, то есть слово Туя, а теперь давайте все-таки бесповторное слово получим. Во-первых, обещали, что оно будет не из двух букв, а из трех, потому что, как видите, в слове Туя, собственно говоря, те буквы подряд всегда же встречаются. Оказывается, здесь довольно сложное приходится провести математическое рассуждение. Оно действительно сложное, поэтому я постараюсь аккуратно его выписать. В слове Туя нет ни одного подслова, вида, а дальше какое-то слово, может быть, из трех, может быть, из трех встреч, может быть, из нуля, может быть, из одной, может быть, из миллиона. Где вот это одно и то же слово. И нет ни одного слова, вида, не то, чтобы подряд три подслова. Нет, это вот чуть больше, чем два. Вот так, чтобы одно и то же слово повторялось два раза, такое в слове Туя бывает. Например, вот смотрите, здесь у нас есть, вот смотрите, БА и БА. Видите, два подряд одинаковых. Это, пожалуйста, в слове Туя такое и есть. А вот БА, БА, Б... Теперь вопрос, как из этой штуки делать бесповторное слово в трехбуквенном алфавите. А это вообще, на самом деле, не сложно. Только единственное, мне потребуется по длине немножко слов написать. Так, А, Б... А, ну, у меня же там есть. У меня же там уже единственное слово. Хотя могу и здесь еще раз, не будет, написать длинное-длинное слово. Давайте, давайте пишу. А, БА, 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 да, я иду, извиняю, она жива на... Здесь, А, сейчас... А, стал БА, БА, стал АП, БА, стал АП, АП, стал АП, БА. Хорошо. И теперь еще раз трубу двоюю. БА, АП, АП, БА, АП, БА, БАП. АП, БАП, БАП, БАП. Так, вы меня сейчас понимаете, ребят, вот такое длинное-длинное слово. Вот давайте... А что, до бесконечности можно? Следующая строчка будет еще два раз больше. И так далее, и так далее. Так вот, давайте сейчас введем следующее обозначение. Между буквами напишем креточку. Между Б и А будем писать двоечку. Между АА и между ВВ будем писать ноль. Поехали. Один. Один, ноль. Что у нас там дальше? Два, два, два. Два. Один, два, ноль. Один, ноль. Два. Два. Хотя, слушайте, ребята, давайте я так сначала я буду здесь писать четверку, а потом объясню, почему на самом деле в этом месте можно описать ноль. четверку я специально пишу, чтобы она вообще ни на что-нибудь выходила. То есть на самом деле потом мы на это место напишем, да? Двойка, нолик, единица, двойка, единица, четверка, двойка, единица, двойка, нолик. Так, вообще можно писать до бесконечности. Двойка, нолик, единица, четверка, двойка, единица, двойка, нолик, единица. Господа, где-нибудь здесь видите два слова одинаково написано в порядке. Нет. Теперь, пожалуйста, а почему я на самом деле могу четверку заменить на нолик и от этого хуже не будет? И другой вопрос еще. А почему вы не видите из вот этих вот нулей, единиц и двоек повторяющихся двух одинаковых слов? так, ребята, а? А? Там один-четыре, там где-то. Покажите, парень. Покажите, два ряда стоящих слово и такое же слово сразу после этого повторяется. Нет, просто заскочили, иду. Что? Все нормально, все хорошо. Все хорошо. Замечай, ребята, сформулировано вообще так кучу утверждений. Итак, утверждение такое самое трудное, что в слове «туэ» нет никакого подслова вида «а-дув-в», «а-дув-ва», «а-дув-ва». Ну и то же самое «б-дув-в», «б-дув-в-в». Это самое трудное. Утверждение другое. Если вы проставите нолики, единицы, двойки и четверки, то не появятся два подряд идущих одинаковых зубов. И последнее утверждение, которое до конца решит нашу задачу. Если вы четверки все замените на нули, то от этого ничего не изменится. То есть по-прежнему не будет двух подряд идущих. А вы замените, посмотрите. А? А вы замените. Ну вы замените сами глазами. Я специально четверки выделил мысленного эти места напишите на нули. У вас же есть отраде, длинное, предлинное слово твое. Все. Так, ну все, давайте доказывать. Ребята, есть такая педагогическая теория, что ученики должны все делать сами. Все? Даже объяснять сами себе сами? Да. Нет, она абсолютно не верна. Между прочим, это большая беда, что эта педагогическая теория многими людьми воспринимается абсолютно за чистую монету. Потому что в результате в Москве есть просто немаленький количественный школ, где действительно таким способом преподают. Это называется система листочков. К чему эта система фактически приводит? К тому, что ученики со страшной силой друг к другу списывают. Ну, и у тех, кто что-то знает. А это вообще поощрение лжи никогда ничего хорошего не дает. Лучше всего начать с той леммы. Надо это доказывать по длине слова W. Смотри, астративно. Пусть встретилась A, W, A, W, A. Как тогда? Какие тогда случаи возможны? Доказательство про букву B будет такое же, как про букву A, поэтому то же самое. Это бог с ней. Давайте разберемся. Просто доказательство про буквы B, W, B, W, B будет строго так стирать то же самое. Оставляй только вот это. Потому что там просто поменяем в доказательстве A на B, B на A, и у нас честное слово все получится. Вот теперь такая вещь слова от противного. Пусть слово у нас есть где-то там A, W, A, W, A. Пусть оно есть. Господа, как вы считаете, вот эта буква A первая, она появилась откуда? Из A, B в качестве первой буквы A, или из B A в качестве второй буквы? Кто его знает? Понятно, что это два случая. Это два случая, которые надо разбирать. И еще слово W, оно четной длины или нечетной? Тоже два случая. Понятно? все, вот у нас реально есть четыре случая. Поехали. Первый случай. A появилась из A, B. Нет, надо картинку рисовать, надо, вот у нас есть горизонтальное слово, откуда появилось, и где-то, и слово, которое появилось. Да, да, да. А, дальше AB, совершенно верно. Дальше какие-то буквы, буквы, буквы. И вот, да, да, дальше та самая буква А, после нее будет идти, без прочим, B, в этом случае. Правильно? Да. Потом буквы, 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 и потом А. Да, так вот, очень важно понимать, что из-за того, что там было слово W, одно и то же, вот то, что там многоточие ими обозначено, это на самом деле одно и то же слово. Правильно? Или нет? Да. Да. Так вот, два случая. Это самое многоточие состоит из четного количества букв, и это самое многоточие состоит из нечетного количества букв. Давай, сначала какое хочешь? Четное. Четное. Пиши. Четное. Да. Вот здесь вот многоточие, это четное число букв. Ну и там тоже. Ровно столько же. И ровно те же самые буквы идут в том же самом порядке. Отлично. Вот этот случай, если честно, самый простой. Абсолютно верно. И здесь это слово получилось в несколько букв. В два раза меньшего количества букв. Здесь все же самые в два раза меньше количества букв. Да. А значит, это А появилось тоже в букву А. Да. И что у нас произошло? У нас получилось более короткое слово. Пусть А появилось вот это А появилось в букву А и вот слово, которое обозначено доготачами имеет четную длину. Тогда заметим, что это четное слово четное длины появилось из-за другого слова. Это слово имеет меньшую длину. Да, да, да. И заметим, что здесь структура такая же. А некоторое слово А некоторое слово А. То есть длина слова W уменьшилась. Отлично. Переходим ко второму случае, когда нечетное. Здесь А появилось из-за. Нет. Первое А появилось из-за. А ты там нарисуй галочку такую. Вот А и из нее да, вот такая штучка. Да. Тогда то, что нечетное мы можем поставить там галочки правильным образом. Здесь галочки да да А появилось на самом деле из буквы Б. Потому что иначе слово, которое между вот этими буквами удвоится, то есть значит четное. Ну я не очень это понимаю. Если у нас есть слово нечетной длины вот здесь да да значит оно просто должно там просто букву Б можно написать перед А. Пиши букву Б. Нет перед нет буква Б есть ее стирать не надо. Другой то что галочка стоит сейчас неправильно нет и А тоже есть ее тоже стирать не надо там А есть там галочка надо убрать галочку а буква А там есть она жестко есть никуда она там не денется да а вот да здесь надо разбираться да конечно да и здесь надо рисовать такую галочку так это правда и что не стоп а по уже противоречие получили разве нет откуда мы собираемся получать букву Б интересно как из буквы А получается только А А другое дело другое дело значит буква А надо убрать да да вот это да мы не знаем почему действительно действительно мы должны да здесь буква Б так это понятно дальше из-за аналогичной штуки вот это А появилась тоже из буквы Б почему то же самое обсуждение что здесь нечетная длина и поэтому вот калочка добавилась вот такой а вот это просто неправда запутался ты запутался в четностях здесь нечетная длина где здесь вот здесь нечетная да значит и значит галочку неправильно от нечетной длины у тебя уже одну букву отняли и осталась четная длина когда от нечетного отнимаешь единицу да и все нормально у тебя правильно было показано от нечетного отнял единицу у тебя осталось четное число вот да да здесь буква отлично здесь буква а да здесь буква а буква а сейчас здесь нечетная да потому что две буквы уже взял да заметил что вот эти два слова были здесь да поэтому здесь надо написать в здесь надо написать а да значит вот тут тоже буква а да значит вот тут буква а сейчас у нас сейчас твоя проблема в том что ты запутался где у тебя было слово ты один раз его должен был показать и там в другом месте должен был показать равенство а ты все время менял эти самые границы да вот это одинаковые слова вот так действительно правильно и вот теперь надо отслеживать что они действительно одинаковые вот здесь у нас сейчас получается слово ВАВ да и в конце В да значит здесь тоже должно быть ВАВ да конечно да да В получилось из В да 3В квадрат не бывает теперь у нас осталось совсем чуть времени Коль надо нет не уходи просто никуда надо вернуться вот к правой доске надо вернуться к правой доске и все-таки обсудить если если написано нули единицы двойки и четверки почему не может быть два слова подряд из цифр 0124 потому что посмотрим какое слово соответствует с буквой А и Б отлично вот нарисуй представь себе где-нибудь условно нарисуй так что-нибудь такое и следующее такое же им соответствует два слова из А и Б вот такое Коль лучше не на этих словах а просто вот иди в центр доски где там чисто пока и и так нарисуй нарисуй просто есть какая-то штучка из и ровно такая же из нулей единиц двойки напиши 0124 0124 мы не знаем в каком порядке они но вот ровно что-то такое замечательно и что тогда будет есть два слова из А и Б да такое слово да и такое слово да они здесь как-то перекрываются в одном именно в том-то и дело в том-то и идея не взять буква стоп 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 ты не то делаешь ты должен у нижнего слова первую букву как-нибудь обозначить и последнюю букву как-нибудь обозначить альфа что-то такое идет бета потом опять альфа что-то такое идет бета а вот сейчас из этого надо сделать какой-то интересный вывод вот убери там этот нолик свой непонятно что и так слово из нулей единиц двоек и четверок начиналось на альфа и кончалось на бета и следующее сразу после него начинается на альфа и кончается на бета что из этого следует бета получилась какой-то пара альфа правильно и эта пара заканчивается на ту же букву что начинается пара альфа да поэтому здесь есть некая буква нет та же самая буква да та же самая буква все это есть та самая ситуация а теперь объясняет чтобы все поняли что это та самая ситуация да ребят еще а дубль в а дубль в а мы на самом деле забрали два случая из четырех но надеюсь все понимают что есть другие случаи были с другой стороны да вот объясни коль они ничего не понимают смотрите альфа это слово как-то получилось из букв а и б да посмотрим на ту пару из которой получилась между которыми стоит бета это два каких-то букв да альфа стоит между другой парой да и заметил что они перекрываются на вот этой букве да потому что она стоит перед альфа потому что она стоит после бета да 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 такие же как да отлично так так ну и последнее на этом сегодня работа закончится а почему можно четверки убрать и заменить на нолики да это последняя секунда которая нам нужно понять и очень тяжелую задачу мы решим где может стоять четверка подумайте что такое четверка между бб четверка между бб да 3б бывает нет значит четверка на самом деле где стоит между единицей и двойкой между единицей и двойкой хорошо и ноль тоже между единицей и двойкой а ноль между двойкой между двойкой и единицей а если у нас есть любое слово в котором вы не напишите где там ноль а где четыре вместо них напишите что-нибудь такое единый такой символ да ноль четвертых да что-нибудь такое то вообще-то вы однозначно восстановите потому что ноль может стоять только между двойкой и единицей а четверка может стоять только между единицей и двойкой понятно поэтому если бы у вас возникла периодичность когда вы человек четверки все заменили на нули то у вас она должна была бы уже быть и Продолжение следует...